Люди, которые строили эти дома на КПД, скорее всего не предполагали, что крыша с крутым скатом в будущем принесет столько проблем. Вот на улице энергетиков скатившиеся снеги сосульки разбили козырек магазина, а на Рижской недавно был поврежден автомобиль. Кстати, о машинах. Самой дорогой сосулькой России в 2016 году признали Тюменскую. Она упала на припаркованный Порше и обошлась страховой компанией в 238 тысяч рублей. В соответствии с 12-й статьей правил областного города Тюмени, управляющие компании, а также собственники неживых зданий должны проводить работы по очистке снега и наледи с крыши. Только за эту зиму в Ленинской управе квартальной составили 32 протокола на нерадивых хозяев крыш на сумму в почти 300 тысяч рублей. Поэтому лучше всего авто ставить подальше от козырька. Но если ЧП все же произошло, то владельцу необходимо вызвать участкового, чтобы зафиксировать случай. А после выяснить, кто хозяин крыши. Для этого надо взять справку в Росреестре. Оценить ущерб своему имуществу. Потом направляется претензия, куда включаются как повреждения, так там услуги юриста, экспертизы, еще какие-то, может моральный вред. Дальше, если ответ на претензию у вас не устраивает, то есть в досудебном порядке вопросу регулировать не удалось, обращаемся в суд. Кстати, на третьем месте того же печального рейтинга находится еще одна тюменская сосулька. Она тоже упала на дорогой автомобиль. Значит, получить деньги за порчу имущества вполне реально. Лед и снег опасны не только на крыше, но и на земле. И лично я боюсь не того, что на меня упадет сосулька, а от того, что я вот так вот пойду по тротуару, поскользнусь и обязательно себе что-нибудь сломаю. Вот это вот обычный двор на КПД, и вы посмотрите на этот тротуар. Ощущение, что его за всю зиму ни разу не убирали. А ведь в этих домах больше всего живет пенсионеров. За ущерб, причиненный здоровью, после падения тоже можно взыскать деньги. Схема такая же. Только оценку будут проводить врачи. Карина Закирьянова, Алексей Красных, Тюменское время.